Большинство водителей считают, что если на дороге произошла авария, то без участия ГИБДД не обойтись. Но это не совсем так. Выделяются отдельные случаи, когда в вызове сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости. Во-первых, в случае дорожно-транспортного происшествия водители должны оценить ущерб. И если один из них признает свою вину в дорожно-транспортном происшествии, а ущерб при этом не превышает 100 тысяч рублей, водители имеют право составить европротокол и обойтись без вызова сотрудников ГИБДД. При составлении европротокола необходимо обратить особое внимание на грамотность и правильность составления непосредственно самих полей, в которых указывается личность водителя, либо данные о транспортном средстве. Это самое главное. И затем необходимо правильно заполнить оставшиеся поля, что касается нарушений правил дорожного движения, каким-либо из водителей составить схему, и один из водителей должен признавать свою вину в данном дорожно-транспортном происшествии. Водитель, попавший в аварию, обычно теряется и не знает, как ему правильно действовать. Прежде всего, все зависит от того, есть ли в аварии пострадавшие. Зачастую в зимний период времени происходят дорожно-транспортные происшествия, связанные с съездом автомобиля в кювет. Допустим, водитель не учел дорожные и металлические условия, допустил занос своего транспортного средства и оказался в кювете. Если при данном дорожно-транспортном происшествии, кроме его автомобиля, не пострадал какой-либо другой автомобиль, не повреждены никакие сооружения, люди не пострадали, тогда он имеет право не вызывать сотрудников ГИБДД, и вытащить свой автомобиль и продолжить движение. В том случае, если повреждены другие транспортные средства, повреждены какие-нибудь технические части дороги, либо пострадали люди, то сотрудников ГИБДД вызвать необходимость. А еще сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с 1 декабря всем автолюбителям следует переобуться на зимнюю резину. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».